Приехали и распустилась розочка моя, беленькая. Черный принц, по-моему, распускается. Заходит солнышко, и розы очень красивые в лучах. Солнышко такого вечернего. Какая же она ажурная, красивая, как будто бы зефирка. Только хочется съесть. Черный принц, бархатная. Какая красивая. Ого, как распустилась, красиво. Это черный принц. Камера не передает все оттенки. Она очень темная. Кстати, лилия мапеера тоже очень темная. Она бархатная и бархатная. И по краям очень темная. Я постараюсь сделать фотографии, может, будет понятней так. запах. Ух ты! Очень насыщенный розовый запах. Ну, она немножко уже подвялилась еще в придачную. Очень было жарко. Ой, кто тут у нас есть? Какая красотка! Бутон всего лишь насыщенный, но красивая. Надо обработать будет. Я обычно фитоспорином и перекисью обрабатываю такие дела. Некоторые уже перецветают. Ой, какая красотка! Зефирка. Посидится солнышко. Сейчас будем поливать огород. Все, всем пока! Вау, приехали на дачу поливать. И такое чудо меня ждет. Красивая, темная, темная. Я уже видела издалека, что они распустились. Очень красивые, очень темные. Камера немножко высветляет. Буду делать фото для сравнения. Так, и, конечно же, нюхаем. Ну, без запаха. Я запаха не чувствую. Это мапира. Очень красивая. Действительно соответствует своему описанию и картинке с заказа. Кому интересно, ссылочку я оставлю в конце видео. Мои розочки отцветают. Я вот так вот срываю. Потом у нее будет повторное цветение, у этой розы. Вот такая красота на длинной ветке. Это потому, что ты снимаешь. И еще одна мапира, поменьше. Красивая. Очень темный, глубокий свет. Какие красавцы еще цветут. Вот. Приехали еще раз. Ой, какая красотка расцвела. Пахучая. Это лилия? Боже, как она пахнет. До умопомрачения она пахнет. Сильно приторно. Вот это запах. Вот такой вот граммофончик. Она еще очень-очень молодая. И получается еще один кустик такой же. И луковичку я подарила маме. Такая. Вот. Вот. Первый год они не цвели. Они у меня приживались. Это мне подарили. Такой вот лилия красавица. Целая гроздь. Класс. Расцветает еще одна розочка. Все в бутонах. Это с маминых сортов. Только я вижу там такую прожилку белую. Несвойственную. Вообще. У мамы такого не было. Но в прошлом году она цвела полностью красной, алой. Без всяких прожилок белых. Просто красная, алая, красивая розочка. Вот такая голден шуэрс в распуске. Вот такой бутон красивый, когда она в бутоне. А вот такая нежная она становится, когда она распустилась. Очень нежная. Вот такая ветка. Прям гроздь белой моей розочки. Боже, она меня радует каждый год своим цветением. И у нее будет повторное цветение. Не такое обильное, как первое, но оно будет очень красивое. И от нее просто в восторге. Кто знает, как она называется, напишите мне. Она почвокровная. Почвокровная? Почвокровная роза – это такие низкие розы, которые, ну, можно сказать, стелятся по земле. Вот. Ну, у нее повыстреливали вот такие вот длинные веточки. И вот так вот она себя ведет. А вот там пустик вот такой вот. И на этих нижних побегах она тоже цвела. Растут грушечки. Да, невероятно. Даже не верится. Даже не верится, что будет первый урожай. Красотка, красотка, красотка. Боже, я розы обожаю. Розы и орхидеи для меня это любовь-любовь. Это большая любовь. Перецветает. Это бутон. Бутон такой свежий. На солнце он алый-алый, как кровь. А сейчас в тени он совершенно другим оттенком. Туда солнышко ушло, село. Погода волнуется. Наверное, будет дождь. Стояла жара у нас больше 30 градусов. Точно дождь будет. Все. Сматываемся домой. Расцвела розовая лилия мамина. Она мне давала очень красивая. Первый цветочек был маленький. Он уже отцветает. А второй уже полноценный, красивый. Особо не пахнет. Но очень-очень нежная. Прям нежнулька. Вечер сегодня. Застала еще один цветочек Golden Shores. Очень нежная. Это плетистая роза. Она у меня пока что еще маленькая, но пытается цвести. Несколько цветочков на ней уже было. Это третий. Будет зацветать Глория. Глория Дэй. И вот какое облако воздушное белое. Очень красивое. Посмотрите, какая веточка единая. И на единой веточке вот такая вот шапочка. Это сразу срезал. И букетик готовый. Классно. Букетик невесты. Пахнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok В ожидании!